Я очень люблю вид, подгоревший на солнце Лиза. Вообще я не очень люблю тушь. Бронзер. Мы похожи? Раньше я парилась намного больше и была несчастна. Вечером я пользуюсь этим кремом. Всем привет, с вами Лиза. Сегодня мы вместе будем собираться и делать макияж. Было много запросов на это видео у меня в директе в инстаграм. Поэтому, поэтому я вам покажу свой макияж. И немного расскажу про свой уход. Это моя любимая умывалка. Я уже умылась, ей сейчас в душе. И вечером тоже самое использую. Утром, утром я вообще кремом не пользуюсь. Если я все-таки решаю, что мне нужен крем, это мой самый любимый крем. Кайлз, в принципе, все крема мне очень нравятся. Но сейчас мне окей без крема. Вообще настроение у меня хорошее. У меня появились друзья. Я, знаете, как ребенок, который пришел из школы. И у него появились новые друзья. И он так счастлив, поэтому... Вот, у меня такое настроение в послед... Подождите, секунду. У меня такое настроение в последнее время. Я прям очень счастливая из-за того, что у меня появилось общение. У нас, Аркаша, появилось общение, помимо нас. Еще мы недавно посмотрели все-таки фильм. Мы весь декабрь мечтали посмотреть что-то новогоднее, фильм. Ничего не посмотрели. А недавно мы посмотрели отпуск по обмену. Кто не смотрел, я не знаю, если остался один человек такой. И вы хотите хорошее настроение, посмотрите отпуск по обмену. Надеваем. Блин, мне нужно сейчас снять рекламу. Это в Инстаграм реклама. А, сейчас. Солнышко вышло. Я всегда его жду в это время, чтобы красиво снять всякие штучки. Я села снимать, и солнышко ушло. Я не знаю, где мне сесть, чтобы было хорошо видно. Минутка отчаяния. Солнце вернулось, солнце вернулось. Опа, может, прямо здесь будем краситься? Буду смотреть просто сюда. Мне пришла маска. И таро. Возьму косметику. Ждите. Это моя косметичка, да. Там сзади плита. Ну, пофиг. Сказала она, и начала краситься. Главное делать. Я не пользуюсь кремом, потому что, не знаю, у меня BB крем, и он достаточно всего делает для моей кожи, наверное. Не знаю, мне норм. И он так лучше лежит. Это прекрасная фирма Airborne. Я уже много лет пользуюсь ей. И у них есть такой крем Super BB. Мне посоветовали мои подписчики. И я довольна. Сейчас буду немножко даже загорелой. Потому что я белая. Как стена. Здравствуй, Эдуард. Это я про щеку говорю. Ну да, пошел эффект. Солнце, не уходи. Пожалуйста. Вообще погода в Тбилиси отличная, знаете. Будто бы весна ранняя в Петербурге, или только начало осени. Конечно, бывают ветреные дни, но в общей сложности я так рада, что мы именно здесь. Что мы не уехали на Бали, там, в Таиланд, куда мы хотели, к океану. Все еще хочется к океану, но я думаю, все в свое время. Я хочу немножко осесть. И постепенно Грузия становится мне очень родной. Ну, в принципе, дом там, где я, и мы сейчас прям ощущаем себя так. Первое время было, конечно, совсем не такое чувство. Очень круто в этом креме, что он замазывает реально, замазывает следы какие-то, покраснения, потому что у меня их много, потому что кому-то надо сходить на лазерное удаление следов пост-акне. Когда-нибудь, когда-нибудь я схожу. Но, да, мне норм. Чем меньше я парюсь насчет того, как я выгляжу, тем счастливее я. Раньше я парилась намного больше и была несчастна. А сейчас мне главное, чтобы внутри все было окей. Ну, и я ухаживала за собой, я каждый день, в принципе, ухаживаю. И мне круто. Моя круто. Текс. Начиная с конца прошлого года, я возобновила свои сессии с психотерапевтом. Я нашла того самого, скорее всего, будем надеяться. И я очень благодарна себе, что я иногда заставляю, но делаю шаги к более полной, более счастливой версии себя. И становлюсь, как говорит мой психотерапевт, мы не пытаемся исправить тебя, мы пытаемся стать больше. Он еще привел очень интересное сравнение, что клиенты, дослушайте до конца, это как красивое животное в зоопарке, но оно в клетке. И психотерапия как раз помогает раздвинуть и убрать эти клетки, чтобы животное полностью наслаждалось своим существованием. Красиво звучит. Труднее всего сделать шаг, то есть точно прийти на сессию и точно приходить на сессию каждую неделю, если тебе это нужно. У меня уже начинается такая тема, что я такая, да, может, не надо. Но в то же время я включаю родителя внутреннего и говорю, деточка моя, ты хочешь вот этого всего, что ты хочешь в своей жизни, да? Ну, чтобы это получить, так сказать, нужно залезть туда и проработать. Модное слово, но да, проработать многие штуки в себе. И окунуться в прошлое, и в глубину своих травм, чтобы дышать полной грудью, Лиза. И в этом выпуске я бы хотела вам рассказать про Ясно. Мы уже который раз сотрудничаем с этим замечательным сервисом, который я очень поддерживаю. Это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Помимо сайта у Ясно есть еще очень удобное и классное приложение, которым я и пользуюсь сама. Сейчас на платформе присутствует более 2600 тщательно подобранных специалистов и более 140 тысяч активных клиентов. Ясно опытные психологи, их средний срок консультирования 8 лет. Одна 50-минутная сессия стоит всего 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем обычные офлайн-сессии. И очень крутая фишка в том, что есть парные сессии, ты можешь прийти с коллегой, с партнером романтическим, с другом, с ребенком, но не младше 16 лет. И такая сессия длится полтора часа и стоит 4850 рублей. И у меня для вас есть промокод Лиза Мо, который дает скидку 20% на первую сессию при регистрации. Переходите по ссылке в описании под видео и давайте вместе становиться счастливее и более наполненнее. Первый шаг готов. Ну вроде нормально, по крайней мере в камере. Посмотрим потом в зеркало, конечно. Далее у нас идут румяна. Я их купила давным-давно, они до сих пор живы. Их до сих пор очень много. Хотя я много использую румян. Я очень люблю вид, подгоревший на солнце Лиза. Поэтому румяна... Румяна! У нас такой эстетичный получается макияж, потому что солнце светит, все так прекрасно. Ооо, да. Ничего не вижу, что я делала. Секундочку, нам нужно сделать макияж. Опа. Еще люблю вот сюда. На нос. Я уже много раз говорила в своих видео, что макияж оказывает для меня терапевтический медитативный эффект. Поэтому я практически каждый день делаю его. Вне зависимости, иду ли я куда-то. Ну я думаю, с румянами мы закончили. Вроде как. Немножко посвежее. Наверное. Можно еще добавить. Еще чуть-чуть. Добавим мы румяна. Что еще вам рассказать? У меня настроение в тысячи раз лучше, чем было в последних моих видео, когда я говорила про тревогу, про психотерапию. Вот это вот все наладилось. На данный момент, на данный день я чувствую себя практически не тревожно. Практически не тревожно. Еще мне скоро будет 25 лет. Я очень жду свой день рождения, только потому что вся семья сюда приезжает. Практически вся семья. Так, теперь бронзер. Он больше похож на теплый хайлайт. Я его так знатно накладываю. Хороший слой. И да, я все делаю пальцами. Не знаю, мне так больше нравится. Оно будто бы все по-другому намного. Блендс ин. Кисточкой я только поправляю, знаете, вот такие моменты, чтобы более гладкий был переход. Далее. Для бровей. Гель прозрачный просто. Все банально. Я брови, ребят, крашу краской раз в две недели. И в остальное время я практически ничего с ними не делаю. Я их не выщипываю. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Просто это так, как есть оно. Мне просто повезло, что они светлые. Сами по себе, как у меня на голове. И даже если что-то есть у меня лишнее, это не особо видно. Тушь коричневая. Мне очень она нравится. Хорошая. Вообще я не очень люблю тушь. Я так делаю, чтобы она лучше лежала. Особенно, когда новые, вы так вот поделаете. И все будет окей. Я пойду это к зеркалу сделаю и вернусь к вам. Так, ну все, тушь есть. Если здесь какие-то следы, я их потом уберу. Не обращайте внимания. И последний шаг. Это карандаш для губ. У меня есть такой. Я в Азоне заказывала. И ламель. Ламель 404. В золотом яблоке вроде бы покупала. Я смешиваю вообще, как получается, так и смешиваю. Я очень быстро делаю макияж. У меня он не занимает много времени. Мой любимый лук это no makeup makeup look. Как можно более естественно и просто, чтобы я выглядела сияющей и здорова, так сказать. Не люблю тяжелые тени, глаза, стрелки. У меня они просто не очень идут. Я чувствую себя не собой в них. Всем по-разному. Не понимаю, нормально? Не понимаю. Ладно, пойду в уши голову, посмотрю. Да, мне нравится. Если я выгляжу так, будто бы я провела весь день возле океана на Гавайях, это то, что нам надо. Хотя я думаю, если бы я весь день провела возле океана, я бы выглядела совсем не так. Я бы была обгоревшей и... Not so fresh, guys. Not so fresh. Вот такой вот у нас быстрый, легкий макияж. Я покажу вам, чем я вечером пользуюсь. Разлила. Вечером я пользуюсь этим кремом. Это для смывки макияжа. И этим. Это... Exfoliation. Но он мне не супер как нравится, он не всем подходит. Некоторые в восторге, некоторые не в восторге. Я вам дам альтернативу сейчас. Название вот это вот. Штука. Мне нужно ее заказать где-то, чтобы мне ее привезли. И мой любимый крем, опять же, Кайлус. Плюс в золотом яблоке есть классная сыворотка витамин С. Около. Но она с запахом для тех, кто не любит запахи. Такие вот дела, такие вот рекомендации от Елизаветы Морозовой. Я бы, конечно, предпочла вот этот тонер Heroin. Он великолепный, это лучшее, что случалось с моей кожей. У меня же тут есть баночка. Офигенно. В Питере они сейчас раскуплены, я думала, у меня сестра провезет, но их нигде нет. Так что да, такие дела. Ну, это все с уходовой частью. Я особо ничего не делаю. Такого прям. Не каждый день я мажусь вот этим. Главное увлажнять. Я знаю, что все говорят, что нужно СПФ использовать много. Но я не всегда много его использую. Sorry, but it's true. Так что будем мы с вами прощаться на этой прекрасной ноте. Иду. Вы вернулись, как раз, когда я видео записала только что. Моя булка. Булочка. Вынос. Мы похожи? Ты серьезный картофан. Куфу. Нравится мамин макияж? Ох, да, я тоже знаю, знаю. Прекрасный макияж. Мне еще много спрашивали, как очистить кожу, всякое такое. Ну, во-первых, наверное, хороший дерматолог, базовый уход. Но я больше за внутренние изменения. То есть и диета, и токсичность вокруг тебя. Да, я когда много сладкого ем, у меня все хуже становится. Блютен, сладкое, молочко. Когда общаюсь много с toxic, тоже хуже становится. Ну, токсичными людьми. Когда не выставляю границ. Я очень связываю это, на самом деле, с духовной частью моей жизни. Моим самоощущением. Короче, не знаю, это прям, мне кажется, из головы многое исходило, когда у меня были проблемы с кожей. Это лишь мое самоощущение. Я не знаю, насколько это правда. Но я слышала много таких мнений, что есть высыпание стыда, высыпание, когда не выстраиваешь свои границы. Хорошая девочка, все всем позволяешь, с собой делать. Да, у меня много мыслей насчет этого, но не буду сейчас углубляться. Это видео все-таки было про макияж. Теперь я точно прощаюсь.